Эти знания ведут к пониманию высочайших проявлений и сути сущего, и они же могут опрокинуть дух в самую пропасть. А все дело в одной тончайшей грани, и эта грань в точке самоосознавания духа себя как личности. Чтобы было проще понять, если это вообще возможно, опишу две эти единственно возможные точки зрения в прямом смысле, именно точки самоосознавания. Одна из них ведет к самосовершенствованию понимания высочайших истин, а другая к самоуничтожению сатанизму в вашем понимании. Самоосознавание или зерно эго – это естественный импульс разделения Абсолюта Вселенной на Личности. Он проявляется не сразу в каждой капле Абсолюта, а по мере ее развития. Так атом себя не осознает, а вот молекула вируса уже может осознавать, хотя она тоже микроскопическая. Но сейчас не об этом. Осознавая себя, дух начинает воспринимать мир как то, в чем он находится, и воспринимать его части, как другие, отличные от него, будь то камни, атомы, животные, растения, планеты. Не осознавая себя, атом, к примеру, не осознает и мир вокруг. Он ничего не осознает и не чувствует, он как бы не существует сознанием, он в небытии, и даже находясь в материи, он находится в пролая, как во время ночи Брамы. Развиваясь и познавая мир, сознание начинает осознавать себя в мире и искать свое место в нем. Именно на этом этапе рождается то самое эго или самость. Она основана на извечном знании духа о том, что все едино, а значит все есть у всех и у всего. Но при этом в реальности дух видит, что у него чего-то нет, чего есть у других. Это как раз и есть проявление той самой самости, иллюзия самости, самая большая из иллюзий сущего. По свойствам Абсолюта, как эфира, каждая крупица, развиваясь, должна прорвать эту иллюзию самости и понять, что то, что имеют другие, это все просто есть, и то, что имеет она тоже просто есть у всего. Это значит, не нужно перетаскивать его именно к себе, отнимая у других. А именно иллюзия самости заставляет это делать, перетягивать к себе. Так дух, который это делает, пытается как бы восстановить свою целостность. Весь процесс саморазвития зерен духа, как распыленных капель Абсолюта, это и есть процесс восстановления своей целостности. Но вот каким образом это делают эти распыленные капли, и есть та самая грань либо роста, либо падения, происходящего как схлопывание. Само ваше слово «рост» означает расширение, вовне, направление энергии вовне. Так вот, если сознание начинает отдавать энергии вовне, оно растет и самосовершенствуется, а если оно направляет энергии в себя, то есть начинает поглощать, то оно схлопывается, это просто физика. Если для восстановления целостности, о которой в глубине помнит абсолютно каждый дух, он начинает втягивать в себя то, что видит в окружающем мире, то он начинает схлопываться и перестает проводить энергии Абсолюта. А если он начинает для этого же восстановления целостности растворять себя в окружающем мире и отдавать своей энергии, то он растет, наращивает энергетические оболочки и начинает обретать силу, то есть становится просто проводником сил Абсолюта. Это тоже то самое извечное знание, но именно его пытаются забыть падшие духи и их ученики. А потому что они начинают оправдывать то самое свое изначальное желание восстановить справедливость и целостность, втягивая в себя. Именно эта изначальная позиция, угла зрения, угла видения сущего меняет все, и кроется она в глубочайшем непреодолимом не просто неведении, а в нежелании ведать истину. Самоосознание не может преодолеть черту самоотрицания себя в этом корень. Эго начинает любить себя, как только оно само себе становится небезразлично, как только оно само себя начинает считать именно тем самым сущим, как оно в принципе и есть на самом деле, но при этом весь мир им продолжает считаться отдельным, а значит не сущим, не абсолютом, не живым, не чувствующим, так как чувствует он сам себя. Это и есть тот самый краеугольный камень сознания, та развилка на рост и нападение. Если сознание замыкается на свои уникальности и начинает использовать мир и все, что в нем в своих целях, как ресурс, который он должен поглотить в себя, если он начинает использовать как ресурс другие существа, особенно равные с ним по воплощению, то есть других людей в вашем мире, то он становится поглотителем, но если в сознании сработает механизм важности мира, а не его самого, если он захочет восстановить целостность сущего, именно отдавая что-то миру, помогая другим существам, то он тронется в рост. Так изначальное знание, присутствующее в каждом духе в глубоком подсознании, одних толкает в бездну, а других начинает вести к небесам.